Продолжение следует... ...это 4, по-моему, и 2 десятых триллиона рублей. По белорусской статистике это чуть больше. Что касается инвестиций, то 4,5 миллиарда долларов тоже мы занимаем первое место по объёму прямых инвестиций в белорусскую экономику. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области... работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь вот в последние год-полтора занимаемся активной микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности, мы тоже с вами об этом говорили неоднократно, в сфере авиационного строительства, авиапромышленности. Ещё с советских времён Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза. И благодаря вашим усилиям эти преимущества определённые в области экономики промышленного производства за Белоруссией сохранились, поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям. Вчера мы и позавчера имели возможность обсудить глобального характера вопросы, горячие точки на нашей планете, что меня порадовало, вас я уверен тоже, что у нас не было никаких расхождений по международной повестке, и внутренне обсуждали, и откровенный был разговор, без всяких там обиняков, вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании, всё это было нормально, к моему удивлению воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы глобальные вопросы и регионального характера обсуждали, и также было единодушие во многом. Я вчера сказал, что СНГ, СНГ, но что там у нас осталось? Оказывается, 9 мощнейших и богатейших государств. Поэтому это мощное региональное может быть объединение, эффективное, если мы приложим значительное усилие. Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, я думаю, вы согласитесь, Запад поставил перед собой планы удушить нас, плюс в экономике, в финансах. Мне получилось, они уже сами это признают, поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт. Вы правильно заметили, мы сделали ставку за послероспал Советского Союза на сохранение того, что было, и развитие. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим от сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали. Мы с вами два года назад, еще до конфликта, до этого договорились об усилении кооперации по многим вопросам, на перспективу то, что мы сегодня делаем. Но, вы правильно сказали, мир бешеными темпами меняется. Появляются новые угрозы, новые возможности для нас. Ну, естественно, появляются вопросы, которые надо решать. И сколько бы мы с вами не встречались, как журналисты говорят, вот там личная встреча, чего там, мы всегда половина наших разговоров – это внутренние дела, благосостояние белорусов-россиян и вопросы безопасности. Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов, два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над «и» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях. Спасибо за приглашение. Спасибо.